Детьми, даже когда это с Олегом случилось, ребенок у нас ночевал дома, понимаете? И тут моего мужа обвиняют в таком страшном преступлении. Это, вы понимаете, вы не знаете его. А кто его знает? Вот эти люди, которые его знают, которые его с детства, они не то что не верят, они просто в шоке от такого обвинения. Что на него вообще такое могли подумать. Что на него даже подумать могли. Майя, Майя, можно скажите, как проходило задержание, что вас заставило сегодня выйти сюда? Я вам скажу. Ждем сына. Нету, нету, нету. Три часа нету, четыре часа нету. Потом отец меня утром спрашивает, как Русик, вас сколько ручок? Я говорю, а он не пришел. Как не пришел? И он пошел, и вот друг, и говорит, ты знаешь, что Русик вчера не в марте, я не знаю, что делать. Я его искать. Никто не позвонил, никто ничего не сказал. А потом друг говорит, я поеду и узнаю. Он говорит, со мной вчера разговаривал, он сказал, вот, вот, вхожу. На допросе был и выхожу. Это было одинаковое число. А потом он приехал сюда и говорит, я вам сейчас, я вот захожу вовнутрь и вам перезвоню. Мы ждем, ждем звонка нету. Его самого загнали, тоже очень много. Его тоже оставили на трое суток. Мы ищем его и не находим. Кого они находим, этого и не знаем, где наш сын. Двое суток мы не знали, где кого искать. Где его искать. Хотя обязаны, если задержаны, есть за что, обязательно сообщают родителям. Потом, когда узнали, наняли адвоката, сказали, ехать с адвокатами будет легче. Адвокат четыре часа просидел в следственном. На пятый день сумел адвокат только взять его документы. Они согласились на пятый день с того момента, как мы его наняли. Вы понимаете? Не просто зайти. Задержали первого. А адвокат первый раз только пятого. А где его задержат? Шестого вечера. Вот здесь. И то вот под нашим давлением. Это просто он прорвался туда, можно сказать. Еще потом его сюда нельзя идти. Он уже одиннадцатый день там, одиннадцатый. И адвокат вообще. Оказывается, здесь следствие проходит здесь. Дело об убийстве открыто в Осетии. А он находится в Кабардино-Балкаре. Зашли к нему в масках двое. Забрали его. Убезли в Ингушетию. Куда-то в Бункер бросили. И избили его. И пытали. Потом, говорит, надели на руки, на ноги. Вот их железный витоком стали. Скажите, кто вам это сообщил, эту информацию? Адвокат. Вот фотография. Это информация через адвоката. Потому что следы пыток уже невозможно скрыть. Вот если вы посмотрите фотографии, вы увидите. У него все лицо синее. У него на ногах, на руках язжа оттока. Ожоги током сделаны. И они его в Кабардино-Балкаре просто спрятали. И прячут до сих пор, чтобы скрыть следы преступления. Выдали ему мази, припаски. Пытаются все это замазать. И просто вот... Сыну, сыну как угрожают? Еще как угрожают. Если адвокат ему говорит, напиши жалобу, что вот тебя так. Он говорит, не буду писать. Почему? Они говорят, мне сказали, если ты напишешь жалобу, сын учится в Москве, в Бауманском университете. Если ты напишешь жалобу, мы сыну подкинем наркотики. И он сядет рядом с тобой. И он сядет рядом с тобой. Естественно, он боится теперь за сына. Уже за себя не боится. Он говорит, я не буду писать жалобу. И пришлось нам сына оторвать занятия от учебы. И привезти, и дома держать. Была опубликована видеозапись убийцы. Вот вы можете сравнить, ваш сын похож на... Да, абсолютно нет, это небо и земля. Духметровый мой сын, а там метр шестьдесят, сказали. Он худой какой-то. Я видела его. А вы все соседи? А мой сын, как вам обиждали, не похож со всем. Так, обещай. Вот, сына его, вот, на сына посмотрите. Это его сын, которого мы... Они, понимаете, они неправы. Последний раз, когда я с папой говорил, он был уже там. И он мне не сказал, что мне плохо, меня там. Я типа позже наберу, он улыбался, он через силу это делал. Вы понимаете? Это вот вечером было, тридцать первого вечера. Он весь день тридцать первого провел там все равно. И они говорят, меня забрали. Как я там мог оставаться? Мой отец, понимаете, это один из самых родных моих людей. Он, это вот часть меня, а я часть его. И они такое с ним делают, вообще непонятно что, зачем, су...